хозяин очень такой доброжелательный ребят всем привет привет давно не было у нас еды на канале мы тут поздним вечерком собрались найти кафешку мы не знаем куда здесь пойти потому что недавно живем в этом районе и совершенно не знаем никаких ресторанов в общем мы когда жили там у себя на тасс и мы так делали не знаю как она называется вот она как выглядит вот и в этом приложении можно найти все кафешки которые находятся в округе тут показано вот на каком расстоянии от нас находится кафе первую очередь 5 мы смотрим рейтинг кафе либо ресторана и это минимальная стоимость на человека мне кажется это средний чек средний чек данных и расстояние до расстояния но вот так вот мы смотрели смотрели пиццу мы не хотим шалкау мы не хотим мы присмотрели два варианта это вот этот ресторанчик из четыре с половиной звезды средний приемлемый чек да но это 37 это может быть коммерческий кстати ход поэтому на этот стоит ли вообще обращать внимание первую очередь мы естественно смотрим картиночки с едой и с ресторанчиком тут так атмосфер ненько я бы сказала в общем сейчас маленечко поковыряемся в приложении что-нибудь выберем и уже вам по заснимем непосредственно что мы выбрали или вот японский еще ресторан да и у нас еще второй выбор упал на японский ресторан 5 4,5 оценка и средний чек 81 юань пишут да фотографии японская еда я думаю что будет интересно да посмотреть какая же все таки японская еда в китае я хочу сказать любом случае даже если мы не выберем сегодня японский ресторан вы напишите нам нам в комментариях что вы хотите увидеть в общем ребята мы не смогли выбрать кафе по приложению мы приезжаем на адрес и все закрыто приехали по двум адресам по приложению да и они оба закрыта тут в общем ну и хочется что-то интересненькое заснять интересненько что-то скушать в общем мимо тут проезжали тут интересно только кафе смотрите здесь я не знаю может быть мы будем готовить может быть они будут готовить вот такая кухня вообще не понимаю не разбираюсь вот такие казаны стоят в центре прям вот они какие-то приносят продукты и и скорее всего они сами это будет все готовить смотрите прям на углях все это дело будет происходить смотрите вот у них кипиш начался они начали накладывать угли сразу же здесь у него видимо какой-то бульон уже готовится это кажется их не дома пошли в общем на кухню он привет привет охранник охранник в общем мы пришли на кухню и выберем уже так непосредственно кабинет вкусно эта штучка давайте вот так откроем с едой мы более-менее определились и все это дело мы будем закрывать пивом а карпин любимый пиво вас любимый пиво да любимый пиво а 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 она что буду на берите у него прям приправы вода здесь вот это . пахнет обалденно ребята пахнет дымком и уже какой-то готовой едой папы мы собрали аудиторию пойдем посмотрим здесь а ну это обычная обычная шау-хау здесь у них конечно печка вообще клёвая добавил пасту сильно пристает прям видно что это все дело отжаривается в общем я понял принцип он сейчас готовит нам сделает это все с бульоном и я вот желе поедал и все это дело с бульоном нам сделает и мы уже будем выбранные ингредиенты добавлять варить самостоятельно это приправа какая-то это приправа это приправа все как будто куриный вкус приправа вкусно да усилительная на вкус искренне нет 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 буши 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 нет нет буши это приправа это приправа это приправа как в роллтоне вот это вот приправа нет 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 но она вкусная реально она реально вкусная мне кажется это усилитель как раз этот вкус который в роллтон добавляет пакетик с солью с приправой вот это мне кажется там уже накрыли да принесли нам вот такую вот этажерочку да мы будем отсюда брать и добавлять здесь посмотрите такая посуда вся упакована в одноразовую упаковку вот таким способом да открывается мы сели здесь знаете так тепло вот этот именно кухня холодные зимние ночи кушать ночью холодные зимние дни прям вот эта кухня правда она очень хорошо и вообще вот здесь в этой провинции принято мыть посуду да да даже несмотря на то что она была упакована и с виду чистенькая да так а сейчас нам бульон уже несут нас снимает открытая камера окейла так нам решили угольков добавить на коленке не желаете уголька нет спасибо станцуете нам смотрите тем временем нам принесли вкуснотищу да слушайте выглядит потрясно все ну что там регулируют тепло да слушайте ну здесь так много я думаю что мы наверное с собой да короче курицу я так понимаю надо маленечко сготовить вот а это видимо готово уже что ли в общем пускай это дело покипит мы пока пивка попьем и и и арахис нам принесли и арахис как еще я так коленочки греют тут бравенько зимой сюда прийти мне кажется народу здесь будет очень зимой да хорошо уголючки уголючки прям греют да я прям сразу почувствовал я то в шортах мне вообще прям тихо приятненько да за новую кухню а ну да за экспериментальное за новое открытие да да я думаю что ребята вам понравится наше открытие а мы тем временем заценим и вам скажем вкусно здесь или нет я уже начала закидывать вот закинула вот это вот жареное и что это такое это сейчас я скажу это кажется пенка с соевого молока да 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 жареное ну я думаю что мы правильно делаем не спросите правильно мы делаем или нет а как спросить цыгол цыгол окейла ладно ждем пока это все сварится говорят пока нельзя это кушать зерол можно кушать окей зерол это что окей это курятина жестковато наверное да Кать не нормально я еще не отпустил а у меня голова попалась а у меня голова попалась вкусно хозяин уважил наливает пиво нам влетели кулиные головы я варила только своей собаке но когда варила естественно пробовала что-то получалось очень достойно получалось получалось вкусно да а вот так вот ем но голова я никогда не ела а сейчас я пробую голову мы попробуем с вами сейчас ленточный тофу обожаю вообще обожаю у меня на горяча маленько остренько какой бульон вкусный я хочу сказать что я сделала голову и она очень вкусная она мягкая там грязнички я честно говоря не ожидала что это вкусно вкусно да да слушайте бульон какой вкусный вот по сути тофу он уже безвкусный да угу вот но бульон так все это дело скрашивает такой насыщенный вкус так а тем временем мы будем пробовать с вами пенку с молочного я не знаю как это правильно назвать в китайске фуджу фуджу он кажется даже еще жареный он не просто сушеный жареный жареный я даже видела как он его жарен ммм маленько жестковато чуть-чуть должен еще повариться мне кажется ну прям очень вкусно это так это они нам все это собираешься морал пойгу шамарах так нас угостили свининой пойгу пойгу это получается нет это окончание ребер хрящи где вот эта вот тема Вкусно. Мягко? Я тоже хочу попробовать. Нас угостили свининкой. Как мягко. Мы в Китае. Как все вкусно. Катя добавила капусточки, у нас тут такая чача получается. Вкусно. Вкусно. Вкусно? Да, маленько кидай. Куда? Вот сюда. Вкусно. 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 Предложил соли. Предложил. Предложил соли и подумал, что видимо не соленая маленькая будет. Но мы отказались, потому что он нормальный такой хороший бульончик. Я думаю, что мы пока все правильно делаем. Предстаешь? Вкусно. 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 И вот эти соевые. Очень вкусно и уже становится жарко. Я уже кстати снял копку. Вкусенько, будто она полдня варилась. Вот такая прям мягкая. Она варилась буквально. Несколько минут. Прям при нас вы готовим. Угу. И вообще в Китае все готовится быстро. Ребята, он видать не выдержал смотреть, как мы это все варим. Он контролирует. Чтобы мы все правильно делали. Да. Он, короче, пришел, начал помогать нам все это варить. Окей? Окей. Вот это блюдо варится долговасто. Оно такое жесткое немного. И поэтому его надо подольше поварить. А я посмотрел, парень ест, он буквально ему макнул и сразу ест. Вкус жареного хлеба, что ли? Да, что-то такое. Я очень люблю грибы. Выловил все грибочки. Досталось немножко ростков. Ну, зараза, так вкусно. Вкусно. Тяжело было, но она это сделала. Вот чувствуется, да, когда китайцы подходят с душой к делу. Прямо видно, что они где-то, где-то жили, вот что у них вот эта кухня для них была какая-то привычная, обычная. Они приехали сюда, в Гуанчжоу, и готовят это, и решили вдруг открыть свое кафе. Мне кажется, вот это было именно так. И вот как-то это все вот как-то от души выглядит. Ну, ребята, это вкусно, типа, смотрите, вот так это делается, вот так это жарится, да, как-то так? Да, да, как-то выглядит это именно так, что вот мы всегда так кушаем, и нам это очень нравится, пожалуйста, попробуйте это, да? Да, да, да. Я хочу сказать, что очень приятно, такие отзывчивые люди, такого, такого отзыва, да, такого радушного приема еще нигде не испытывалось. Ресторанчик очень маленький, основная его часть находится на улице, вот под таким шатром. Да. Вот, то есть в помещении всего три, по-моему, стола, да, стола? Три стола. Три стола и девять столов на улице, десять. На тротуаре. На тротуаре находится, да. И несмотря на то, что кафе уличное, здесь очень чисто. Рядом столовая, мы здесь каждый день ходим, ну, не каждый день, но дети у нас очень любят столовую, да. Сейчас, короче, ходим туда и проходим мимо него, а он нас все подзывает, подзывает. Он такой, а-а-а, вы мимо меня все ходите, ходите в эту столовую. Мы таким с ним говорили, что вкусно там. Ну, потому что это сильно заморочно, это такое, надо посидеть там, расслабиться там, да. А там зашел, рис положили, прошелся, набрался здесь, покушал и уроки делать. Как они вот курицу готовят, как один кусок какой-то. Нарезают на кусочки всю курицу, независимо от того, бедра, шея, голова, ноги. И все вместе заваривают нормально. Мы как-то отдельно бедра готовим, отдельно крюнышки, отдельно шейки. Да, отдельно грудку. Да, отдельно грудку. Здесь все, все на маленькие кусочки и все в одном котле. От головы до... Голова, лапы, шеи. Только ливера нету, кстати. Обожираем-то. Наелись, да. Наелись, объелись. Видимо, мы пока... Пока Слава снимал, мы кушали. Теперь он догоняет нас. Я только начал. Мы не доели. Мы очень сильно доели. Собой. С собой. Да, мне что такое добро. Вот такая вот каша с собой. Слушай, так вкусно. Вот это уже далеко не суп. Это больше похоже на какой-то бульон, да, Слава? Насушенный. Насушенный. Ой, не бульон, а как подлив. А, ребят, мы доели. У нас тут такое небольшое совинство образовалось. В общем, было очень вкусно. Такой формат еды нам очень нравится. Хозяин очень такой доброжелательный. Да, да, да. Мерится. В общем, хозяин такой доброжелательный, любознательный такой. Так, нас сходить будет. Ладно, давайте. Китай, Россия, дружба навсегда. В общем, было очень здорово, вкусно. А, кстати, под чеку, под чеку, сколько вышло? По чеку у нас вышло 230 юаней с пивом. Да. В общем, было все здорово, вкусно. Вам понравилось? Очень. Мне понравилось. Было вкусно. Объелись, не просто надоелись, объелись. Интересно. Взялись с собой. Было интересно. Радушные хозяева, за что им большой сесель. Да, доброжелательные такие приятные. Очень приятно. Хорошо провели время. Ну все, ребята, если вам было приятно, просите с нами время. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока. Так, в общем, он меня спросил, для чего мы это все делаем, снимаем и так далее. Смотри, ютуб. 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 Смотри. Ютуб. 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 Ютуб.